Это формат или алгоритм отпускания. Человек просто так не может взять и отпустить. Вот почему прочтение об этом, но ничем человеку не помогает. Ну, например, нужно отпустить или стать отпусканием. Ну и что, что человек это прочел? Смотри, тут еще самый интересный, самый мощный алгоритм, который зашит во всем этом, и он мусолится и продуцируется в информационном поле, навязывается. Делайте то, делайте то, отпустите. Делатель. Формат делателя. А для чего это навязывается? Потому что формат делателя отвлекает человека от настоящего соприкосновения. Потому что пока ты в роли делателя, то ты устремлен к чему? К достижению. То есть ты достигатель. Ты завязан. Ты не можешь остановиться. Это принцип ослика-морковки. Тебе каждый чуть, и ты эту морковку настигнешь. Но никто не замечает расстояние между мордой ослика и концом морковки, что оно неизменно. И это принцип информационного сна. Я бы даже еще, знаешь, описала бы, что стоит такая одинность. Важно, она переливается всеми цветами, она искрится, она светящаяся. Возможно, она одинокая, но она такая наполненная, да, вот эта настоящесть. И посмотрев, получив описание вот этого всего, человек выбирает вот эту образность. Поэтому надо подойти не как мысль об этом, а как четкое ощущение. То есть как сущностное считывание, да, как сущностное проживание этого собой. Но ни в коем случае не как представление. Потому что кто-то может сейчас послушать этот подкаст и сказать, о, настоящесть, так, как выглядит настоящесть? Ага, она вот такая одинокая, она такая прямая, она там такая, допустим, искренняя, она мне нравится, она с хорошим настроением, она гармоничная. Неважно, человек может додумать все, что угодно. Если он идет в настоящесть через инструмент сна, то есть через мышление, он идет не к настоящести, он идет к иллюзии о настоящести. Он идет к идее. Человек настолько привыкает жить в образе, человек настолько привыкает жить в обусловленности образом, в обусловленности менталом, что он, в принципе, не осознает того, что он даже не знает себя настоящего. То есть маска сменяется другой маской, и потом сама смена этих масок становится неразличима человеком. И это воспринимает как само собой. И вот заметь, часто информационные источники разные, неважно, там мастера или кагуру, как они их называют, ну, например, призывают, будьте собой. Опять-таки, будь собой воспринятая как мысль, воспринятая собственным мышлением. Куда погружает человека? Представление об этом, в идею. И, соответственно, человек будет собой, не собой по-настоящему, а как оживлением своего представления, своей идеей об этом. Потому что для того, чтобы быть собой, надо стать наблюдением, а что такое собой или не собой, а где я сейчас, из чего я решил, что сейчас не собой, и посредством чего я делал это суждение, кому оно подчиняется, вот этот вывод, этот анализ. И только после этого, когда откроется вот эта глубинная структуризация, вот этот механизм взаимодействия и оживления именно ментальных вот этих слепков, шаблонов, их как бы из непроявленного в проявленное состояние, когда они обретают форму, вот только тогда, возможно, эта трансформация из состояния не собой стать собой. Причём собой настоящим, учитывая и сущностный аспект, да и ипостась, и личностный. Потому что что происходит в данной реальности? Человек постоянно сбивается, он думает, что если он представит, что вот, например, собой это, допустим, честный, мужественный там, да, или какой-то там амбициозный, или какой-то там бескорыстный, он навешивает, он ненастоящий, он вкладывает в собой какое-то собственное представление, и не замечает, как он это вкладывает, и опять погружается в одно существо к менталу. Знаешь, почему эта порочность, вот такой крок, он бесконечен, да, этот лоб этой порочности? Почему? Потому что человек не знает различия в себе и фактам себя, он не знает различия между сущностным и личностным. И что происходит? Личность натягивает на себя все эти образы, все эти выводы, и, например, человек судит из личности о божественном, и он не понимает, что он судит о божественном как личность, а это совершенно несоизмеримые, и поставь сюда, несоизмеримые частоты. То есть, да, есть и то, и другое в данной реальности, то есть Богу Богово, Кесарю Кесарево, но надо знать, в чём разница, и знать обязательно механизм, как функционирует вот это определение, что определяет внутри тебя, где Богово, Акти Кесарево. А если человек просто всегда находится внутри своей личности, внутри обусловленности форматом эго-ум, то он фактически просто продуцирует внутри замкнутой клетки, то есть он функционирует и ходит по кругу. Он может видеть сколько угодно, что он куда-то двигается, но он стоит на месте, он лишь уплотняет, да, вот как бы толчёт воду в ступе, он уплотняет ментал, но никуда не продвигается, не развивается. И есть этот перевёртыш, где не Бог является Богом, а есть самозванец, и вот этот самозванец – это вот это маленькое «я», которое выдаёт себя за большое «я», за высшее «я», да, за единственно существующую вот эту естьность, которую принято называть как «я». По большому счёту, абсолютно нет смысла называть себя «я», потому что нет никого другого, кому бы он мог об этом сказать и поделиться этим. Но в данной реальности, где есть иллюзия, и есть в первую очередь сама иллюзия разделения и отделения от источника, и появляются вот эти игры, да, и искажения ментала. У Пелевина, помнишь, было в «Шлеме ужаса» там как раз неплохо какие-то такие моменты, где человек, как функционируют вот эти все эти пузырьки прошлого. Хотя, опять-таки, я всё-таки хочу всем, кто будет слушать нашу подкаст, я хочу сказать, не пытайтесь найти ни в одной книге, ни в одном видео, ни в одном фильме, нигде-либо, ни на каком семинаре какой-то истины. Ну, истина может быть открыта только самим собой, то есть что-то может быть как навигатор, как проводник, но надо точно смотреть, вы запросили как личность или это ваш сущностный зов. Потому что если вам просто любопытно, если вам просто скучно или вас мучает ваше изголодавшееся ЧСВ, то, соответственно, по эффекту резонанса воспроизведётся в реальности то, что отражает ваш запрос, правильно? То есть личность привлечёт только то, что нужно личности. И только уставшая, загнанная личность, то есть человек, благодаря своей личности, который устал, загнался, зашёл в тупик, разочаровался и больше двигаться не может, вот тогда он готов услышать настойчивый, возможно, изначально тихий, но сильный зов, сильный голос сути. И вот только тогда он может выйти на этот путь настоящести, но никак иначе. Суть для значения вот этого проекта, этих подкастов в том, что какие-то алгоритмы вот этого водительства через подкасты не ставят целью разделить человека, что кто-то ведёт, а он вечно ведомый. Нет, здесь именно такой сакральный процесс к обнаружению собственного водительства. И тогда появится вот этот лозунг или этот девиз, или этот вывод, именно сущностный вывод, не сотвори себе хумира, никак из внешнего, никак из своей собственной личности. Потому что здесь много западней, много ловушек, много искажений, ответвлений. Это точно так же, если взять, что абсолют – это источник, это океан, то почему вдруг одна волна более водянистая, чем другая? Ведь в волне такая же субстанция, как в самом океане, и это неотделимо. Но вот эта волна, да, принцип волны, формат волны создаёт иллюзию отделённости. И потому это выглядит крайне смешно, когда одна волна, хотя не только смешно, но и печально в том числе, когда одна волна спрашивает другую, а где найти океан? Когда тебя изначально что-то тащит, и тебе кажется, что сначала ты идёшь рядом, потом ты бежишь, потом ты догоняешь, потом тебя волочат. И действительно, никто на самом деле снаружи ничего не делает для человека. Этот человек делает всё сам для того, чтобы обнаружить свою истинную природу, свою настоящесть, чистоту сознания бытия. И различить это между сознанием, да, различить и игрой менталов. Не путать это, не менять местами. Знаешь, это действительно путь одного, и в принципе мы не ставим целью сделать это каким-то массовым, кого-то зазывать, кого-то агитировать. Нет, не по пути, когда говорится, как ради бога. По пути тому, кто уловил, что действительно это нечто другое. Это путь наоборот, это путь вопреки собой к себе, ни мыслями, ни иллюзиями, ни миражами, ни внешними достижениями. Только когда намаялся, только когда много-много пробовал, падал, спотыкался, снова вставал, снова искал. То есть, как я всегда говорю, все направления учения нужны для того, чтобы однажды прийти к осознанию того, что они никогда не были нужны. Их нужность в осознании их ненужности. Только в этом. И вот смотри, даже по поводу резонанса я хочу сказать, здесь еще есть такая интересная фишка и подвох. Смотри, у человека, который, например, в мусульманской религии, скажем так, да, и он будет читать какую-то книгу, где будет упоминаться Магомед, Аллах, и он скажет, о, это мое, это резонирует, это истинное. Человек, который в христианстве, да, или человек, который в буддизме, соответственно, там где-то Христос упоминается, там где-то Будда, неважно кто, там под Масамхава и так далее, он уловит, скажет, о, это истинное, но оно не является истинным, оно срезонировало на что? На внутреннее подсознательное представление, а у каждого представления есть свое ожидание. Поэтому, когда человек что-то читает, он не замечает этого изначального сценария в подсознании. Да, то, что мы говорили, помнишь, про слайды, стартовый трафарет, который и определяет, а ведь смотри, попробуй сказать человеку, который прочитал про Аллаха, сказать, что это не истинно. Что будет? Человеку, который в клинической смерти, или там какие-то ему люцидные сны снятся, или еще какие-то там трансовые состояния, тот, кто вырос в христианстве, он не увидит Аллаха. И пусть человек сам себе задаст вопрос, а почему? Где, в каком пространстве это поделилось? Кто это поделил? Каким образом Абсолют разделился на вот этих, я не знаю, заместителей или еще кого-то? Каким образом? То есть небо поделилось, космос поделился. В одном отсеке Аллах, в другом отсеке Бог, в третьем отсеке Будда, где-то Шива или еще кто-то, Кришна. А знаешь, это специально отвлекающий манер, который поддерживает твое неверие, незнание, необнаружение настоящести себя, необнаружение сути себя. И это и есть безответственность. То есть когда человек снимает с себя ответственность и перекладывает на что-то внешнее. Я пришел, вы за меня решите. Я причастился, грех снят. Я заплатил, грех снят. Я там еще что-то попастился, грех снят. Но это же утопия. Есть же такое выражение. Бог прощает человека тогда, когда он сам себя прощает. Почему? Потому что Бог и есть то, что есть в человеке. И если что-то его мучает внутри, то это и есть та божественная чистота, которая проявляет ему что-то. И сколько бы он ни платил в какую-то церковь, сколько бы он там ни ставил свечей, ни воздвигал стен, это не имеет отношения к тому сущностному. Да, это, возможно, неплохо для внешней реальности. И еще я хотела бы затронуть такой момент по поводу греха. Человек зачастую взаимодействует с информационными источниками, пытается их понять ментально, распознать, уловить, как-то осознать именно через мышление. Нет, это должно быть сущностное взаимодействие. Потому что грех – это не какое-то нарушение, это неведение, это заблуждение в своем осознавании, это неведение в своем неведении. Вот что такое грех. Это обусловлено своим менталом, своим мышлением. И потому есть такая библейская фраза, которая призывает «Встань, иди, больше не греши». Принцип ментала, как мы уже говорили, разделяя власты. То есть разделяя не с какими-то другими людьми, потому что это реальность одного, даже если человек этого не знает. Идет разделение внутри самого себя. То есть когда человек забывает и больше не распознает свою настоящую природу, то, что он принято называть высшим «я», то есть сущностной чистотой, чистотой абсолюта, он знает только личностную. И вот в этом забвении он, соответственно, обречен. То есть его свобода ограничена рамками вот этого неведения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова